Неделю назад глава Чувашии дал поручение столичным властям разобраться с проблемами жителей мясокомбинатского проезда в столице республики. Сегодня на еженедельном совещании еще раз вернулись к этому вопросу. В течение недели на строительной площадке микрорайона Кувшинка работала межведомственная комиссия, которая должна была встретиться с каждым владельцем, чей дом находится в самовольно возведенном поселке Шанхай, и обсудить спорные вопросы. За семь дней в штаб поступили 166 анкет, в которых жители называют условия переезда. Предварительный итог, помимо тех 90 квартир, с которыми уже есть заключенные предварительные соглашения, предварительный итог следующий. Согласно на условия застройщика 54 человека, это однокомнатная квартира 33 квадратных метра, 32% от всех. Согласно при условии предоставления жилья равнозначной площадью 78 человек, это 47%. Согласно при условии предоставления жилья из расчета 14,5 квадратных метров на одного проезжающего 32 человека, это 19%. Не согласно на расселение, пока два человека, это 1,2%. Общая площадь 166 домов 10,5 тысяч квадратных метров. Для расселения необходимо 111 тысяч или порядка 600 миллионов рублей. В целом, считаем проект инвестиционно привлекательным. Понятно, позиция застройщика хочет минимизировать затраты с целью получения дополнительной прибыли. На этой неделе будем с застройщиком встречаться. Сегодня-завтра до конца проведем инвентаризацию, соберем заявки. И будем принимать решение, будем встречаться с жителями, доводить до них позицию застройщика. Кроме того, жители мясокомбинатского проезда высказали претензии к чистоте строительной площадки. В ближайшее время застройщик обустроит деревянные отмостки. Глава Чуваши призвал участников рабочей группы разрешить спорные вопросы как можно скорее. Интересы города, интересы коммерческой организации, интересы жителей. Вот три интереса. И каждая сторона хочет заложить свои интересы. Но наша с вами задача разрешать, искать варианты, компромисс. И потом уже делать соответствующие выводы. Будем возвращаться с жителями, давайте завершайте окончательные рабочие встречи. Если на самом деле вы убедитесь в том, что я и жителям говорил, что нужно скорректировать принятые решения, то надо скорректировать. Кроме того, Михаил Игнатьев подчеркнул, что к решению проблемы необходимо подключить рекпалату именно имущества Чувашии, чтобы проверить заключенные договоры, долевого участия и договор на земельный участок. Татьяна Молокова, Расиль Мухаммедов, Республика.